Михаил Пелехатый, Евгений Спирица. Яростное НЛП. Незаметные техники разрушения личности. Издательство Питер, 2024 год. Введение в яростное НЛП. Наше знакомство с яростным НЛП предлагаем начать с описания его отличий от боевого НЛП, именно это позволит понять всю их философию. Как возникло боевое НЛП? В свое время мы обратили внимание на то, что при создании нейролингвистического программирования его авторы Ричард Бендлер и Джон Гриндер исследовали работу психотерапевтов, паттерны успешности их стратегий взаимодействия с клиентами и совершенно не обращали внимания на самих клиентов. А ведь в этой связке клиент имеет ничуть не меньшее значение, чем сам терапевт. Вся терапия построена вокруг различного рода точек слома человека. И мы начали исследовать, что такое должно случиться с человеком, чтобы он попал на прием к коучу, психологу. Иногда нам удавалось раскрутить нить рассуждения до психотерапии, но не более того. А еще мы обратили внимание вот на какую особенность. Для того, чтобы работали паттерны деструктивной коммуникации, рядом с нами должен быть кто-то, родные, близкие, знакомые, сотрудники и так далее. И мы пришли к ужасающему выводу о том, что время их воздействия на нас ничтожно мало. Работающий человек из 24 часов в сутках примерно 8 часов находится на работе, еще столько же уходит на сон, плюс пара часов на дорогу, личные дела. Короче говоря, родным и близким остается ничтожное малое количество времени, чтобы испортить нам жизнь. Конечно, со временем вырабатываются уникальные по своей эффективности техники разрушения, но время контакта увеличить трудно. А ведь сколько всего можно поломать в психике других, если бы в распоряжении были хотя бы 12-15 часов? И тут к нам пришла конгениальная, по нашему мнению, идея. Ведь человек всегда сам с собой наедине, и он может себя разрушать все 24 часа. Если бессознательному закинуть правильную программу, то, наверное, во сне разрушение будет происходить даже эффективнее. Так родилась базовая идея яростного НЛП – запускать программы саморазрушения на первом этапе которых инициатор присутствует, но потом отходит в сторону, и человек начинает самостоятельную работу. А кто может лучше знать себя и свои болевые точки? Кто может больнее ударить по самому себе? Сам человек. Так у нас и возникло некоторое количество идей о том, как можно довести людей до психиатрического расстройства. Мы стали наблюдать за теми, кто ходит к врачам-психиатрам, стали общаться с самими психиатрами, и выяснилось, что все эти мысли-вирусы, которые пропускает через себя человек, действительно приводят к некоторой форме психиатрического расстройства. Мы, авторы книги, по образованию и роду деятельности психиатрами не являемся. Именно поэтому создавали свой курс и все его упражнения в сотрудничестве со специалистами в этой области. Когда нас упрекают в том, что мы не психиатры, мы отвечаем. У нас разные фокусы внимания. Мы можем видеть паттерны, закономерности, убеждения во всех сферах человеческой жизни. У врачей же другой вид внимания, профессиональный, и это оправдано. Чем больше нюансов способен замечать специалист, тем точнее он соберет анамнез, и тем правильнее будет лечение. И именно это взаимодействие, нас, как людей, видящих общее, и профессионалов-врачей, видящих детали, позволило создать яростное НЛП. Мы своим техническим разумом видим паттерны, а потом обсуждаем их со специалистами и получаем подтверждение или опровержение. Например, специалисты говорят, «Да-да, мы это постоянно встречаем, постоянно с ним сталкиваемся», или «Нет, вы верно обратили на это внимание, такое присутствует, но в качестве побочных эффектов». Мы создавали эту книгу в сотрудничестве с тремя практикующими врачами-психиатрами. Это прекрасные профессионалы, умнейшие люди, но в их работе никогда не была актуальной идея моделирования. Перед ними стоит задача. Пришел пациент, нужно четко распознать его симптомы, затем их купировать, а потом его лечить. И над той задачей, которую мы поставили, такие специалисты не задумываются, так же, как и мы не задумываемся и вряд ли будем это делать, о том, как купировать приступы, потому что нам не хватит профессиональных знаний. А самое интересное, новое, рождается в симбиотических связях на стыке разных наук, когда одним оказывается интересен системный подход, системное описание, а другим то, что можно системно описать. Мы не утверждаем, что в медицинской науке нет системности. Не хотим сказать, что врачи поступают хаотично, они просто не обращают внимания на другие взаимосвязи. Да, у них очень системный подход в плане лечения, а у нас очень системный подход в плане выявления паттернов, которые и приводят к необходимости уже врачебного вмешательства. И это отличное дополнение друг друга. Хотим обратить внимание на то, что разрушения, которые мы описываем в книге, происходят каждый день. Мы будем говорить не только о том, что видим в коридорах психиатрической клиники. Нет, нас интересует каждодневный опыт, с которым сталкивается каждый человек. Наша книга о том, как люди попадают в различного рода финансовые пирамиды, секты, в зависимости от разных биодобавок и тому подобное. Как результат прочтения книги, у наших уважаемых читателей в первую очередь появится критическое мышление. Вы поймете, что не всю информацию из телевизора, от соседей, близких, родителей нужно воспринимать как истину в последней инстанции. Основное достоинство этой модели – встраивание навыка распознавания. Мы это делали и в боевом НЛП, когда учились защищаться от деструктивной коммуникации. А здесь замысел немного шире, потому что, оказывается, сведение людей с ума – это вселенский глобальный замысел, который реализуется средствами массовой информации и интернетом. Буквально перед написанием этой книги мы изучали психиатрическую статистику. Люди, страдающие сильными депрессиями, связаны с фрустрирующим опытом. Я смотрю на блогера и понимаю, что не могу достичь его уровня. Он такой классный, у него тачки, шмотки, а у меня этого нет. Мы листаем ленты соцсетей, и у нас наступают разочарования. Разочарование. Я в Новоурюпинске или где-то еще, а не в Дубае. Когда мы будем говорить о мысли-вирусах, идея сравнения будет как раз одной из ключевых. Как люди сводят себя с ума? Что с ними происходит? Правда ли, что ночью мы продолжаем разрушать себя дневными деструктивными мыслями? Мы рассмотрим не только это. Мы будем говорить и о внутренних конфликтах, как основе психосоматических заболеваний. Господа, будьте бдительны. Мы открываем избранные страницы книги безумства.